всем привет с вами рано и прекраснейшего вам настроения во первых я сразу же хотел бы поздравить всех с праздником победы в этот день 69 лет назад мы победили россия ссср победил нацистов избавил мир от нацизма и мы помним о наших подвигах и помним о подвигах от дедов наших отцов и наших прадедов которые были совершены в это время так теперь давайте приступим все-таки к игре значит я попробую сейчас изменить максимальное количество объектов 60 на мире до 100 50 6 до 64 и вот сейчас я попробую сделать и надеюсь это поможет наш не избавиться от проблемы с лагой и теперь загружаем мир и надеюсь что это изменение поможет справиться с ошибками с обработкой кучи данных до справит работоспособность системы значит что еще произошло вышло обновление очередное так мы посмотрим честно говоря я не ощущаю своего пока подъема весе не может сейчас мир пока подготавливается вот не сразу все убирается значит что еще верим что еще в игре было добавлен во первых избав появились изменили поправили кучу ошибок в этот раз да давайте посмотрим по идее это нужно признать что двери стали дверьми по-настоящему и они различные вот эти вот ошибки которые были связаны с которые помните с таким да двери наконец-таки открыты как положено они выглядят как двери вот например это полезная штука появилась также возможность возможность группировать предмет в смысле не просто группировать предмет группировать сейчас я попробую показать это дело группировать объекты на контрольные панели которые выдаст системы корабля до группировать и управлять давайте возьмем например наш транспортный модуль втором до сих пор нет названия да и фпс что-то я не чувствую что прям сильно поднялся зайдем зайдем в настройки и пожалуйста переможем все коннекторы да взять через шерты сейчас можно контролом выделять да и знать какую-то команду причем команда будет действовать для всех из них пусть мы могут всех отключить одновременно а также могу создать эту группу и назвать дроперс и этой группа я могу теперь одновременно отсюда вот дать все управлять я выбрал ее из нее можно спокойненько убирать предметы да даже там еще раз стоит управлять предмет если необходимо вот так же как видите появились возможность управлять лампе шасси давайте одну разблокируем вы увидите что сейчас одна из шасси до отключилась перед положим уфт видите работают все это было была команда лука но также также еще такая команда как выключить вообще шасси парковочные шасси да и сейчас нажимать ббп 1 скажем так один магнитный захват никак не будет реагировать так что ты нажимая по и другие подручить это же делейки очень интересно так ну все равно это удобно чтобы так и какой из них я отключил давайте перейду он жму еще раз п то есть вот повторный паркинг то есть не совсем все до конца проделана ну давайте вот эти двое шасси делаем офф да нажмем п до отключились только первые дашь для шасси работа на п работает только на половину как мы видим молодец это тоже будет доделано до конца вот это тоже полезное нововведение всяком случае их можно тоже опять же группы да и каким-то образом ими управлять давайте вот все-таки тоже сгруппируем и сделаем это как лендинг именно джаз то есть именно кстати говоря все группы теперь выводят наносится вверх и работать как единая система да что я хотел посмотреть не к сожалению группы я надеялся что грубо появится как значки да их можно будет либо на клавиши выводить нет пока этого не реализовано ну и в принципе что еще очень важно что сделано это если у вас есть роторы да теперь вы можете о кстати говоря да очень интересно тебе могу управлять не всеми получается спотлайтами да а именно определенные это тоже очень да и кстати эти настраивать можно будет райт л допустим лев тейл допустим могу их светлость как бы настраивать одновременно это очень хорошо очень полезно как вы помните в прошлой группе нужно было это все делать вручную теперь не обязательно делать как бы каждый по настроить всеми сразу сразу можно управлять это очень полезно так ну давайте покинем наш мир пока временно выйдем из него и так я сейчас загрузил мир креативного тестирования и значит смотрите что сейчас добавлено да значит еще разыгруппаешь окей у роторов появилась возможность реверса то есть настроили мы ротор допустим давайте причем их можно как вы понимаете лендинг flex так правильнее будет во первых группу до вторых можем назначить всей группе сразу же реверс работает на значит так один мотор сейчас давайте мы развернем это который вот этот наверное да да сейчас мы поправим а что-то с ним не докрутил ну если бы вас там что-нибудь ups другую сторону значит нужно 270 значит 180 кстати города здесь когда наведено можно стрелочками влево право когда вы один раз нажали до те вы можете стрелочками влево вправо корректировать я этого раньше не знал на всякий случай делюсь своим открытием посмотрим встанет ли он в нужную позицию давайте-ка искусственную массу отключим что она может не мешать нам встать в нужную позицию ротору нет все таки кажется нет нет нам мешает так ротор 2 значит минус 270 значит еще тогда минус 300 39 так что ли 170 ладно реверс так и теперь во него чего-то он не хочет докручиваться до конца ну хотя хотя уже близко а все все вижу в чем что мешает ну суть в том теперь что теперь мы всю все ноги можем что называется одновременно сейчас попробуем теперь припарковать только это наши наш тот бардак так чтобы не повредить ну во всяком случае не сильно повредить так вот таким образом попробуем припарковаться и теперь включим модус искусственной гравитации надеюсь мы не поломаемся ну вот вроде припарковал этот бардак ну суть суть вы поняли что теперь и роторы точно так же можно управлять ими группой и не просто то есть давать давать им команду да а давать команду на реверс что на самом деле очень очень полезно очень очень хорошо тут продолжаются мои исследования по оптимальному расположению буров вот одна из систем который мне очень понравилась это вот такая но я все равно так и не решил проблему бокового восхождения бокового расхождение но суть в том что система теперь хотя бы очень хорошо входит в данную боковые маневры она не очень хорошо будет совершать вот опять же тестовая модель вот опять же тестовая модель да и удачно даже летающая и даже повреждающая то есть я о чем хотел сказать что я как не пытался расположить в экселе буры да оптимальный я тут прихожу к тому поводу что вот эта вот часть бура она все равно остается незащищенной то есть не получается длина бура 4 на 6 да а мы максимум можем получается две где-то клетки защитить из них даже не три клетки даже только две потому что вот например в данной конструкции стоит не убрать вот эту и вот эту часть да то будет повреждаться кабина потому что будут образовываться вот такие вот полудоговые сколы которые не будут ну то есть если этих буров не дует будет образовываться эти бурики ну вот что приводит к меня к печальным мыслям ну короче говоря буду что-то думать и дальше будешь это думать может вы мне что-нибудь посоветуйте о чем я может быть где-то какое-то простое решение которое просто пропустил и меня за своей невнимательности или можно соображалки просто выпротив бывает всякое знаете ли вот ну дырки в принципе делает неплохие в принципе на этом заканчиваю серию серии посвященную больше обзору чем моему миру да креативы выживания вернее креативы я все равно не бросаю все равно будет доделывать принцессу доделать прочие корабли развиваться а с вами Дорей Амур пока-пока и счастья вашему дому еще раз всех с Днем Победы и 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